Уважаемые коллеги, приветствуем вас на секции гематологии «Московский городской общественной терапевты». Это довольно старое общество, это общество уже 150 лет, поэтому в этом обществе состояли ведущие ученые, наш, в общем-то, главный учитель гематологии Ивана Шарапенко, в общем-то, гематологии Ивана Шарапенко. Мы в свое время, когда были молодые и красивые, мы сюда приезжали ординаторы и слушали доклады наших товарищей. Это такая традиция. У нас сохраняется. Вот сейчас мы стараемся возродить эту традицию. И просили нас, вот так называть, такую регулярную секцию гематологии для объектов города Москвы. И с большим удовольствием мы сегодня, так сказать, в дебюте с Олегом Турченко-Колесом выступаем, волнуемся, переживаем, чтобы все было хорошо. И вот любезно согласился участвовать в этой конференции профессор, редактор национального украинского гематологии. Дактор национальной фармакотерапии и гематологии российской. Да, главный гематолог Министерства обороны российской федерации Эктор Анатольевич Рукавицин. Я вас прошу, пожалуйста, осветить те вопросы, которые вы сегодня читаете. Спасибо большое, Николай Игоревич. Это правильно спорю, нет? Понятно. Мне приятно здесь быть. Перплоды все, в том числе и мультины, такие общие названия носят. Мейлома, то есть диагностики и лечения. Но они, в общем-то, как бы и должны быть такими. Я сразу скажу, о чем мы будем говорить сегодня. Про диагностики, премиолома, про ПКТ-С. Ее вроде там не очень пока ясна, не очень определена. Некоторыми она не очень принимается. Кто-то ее, на паузу, упячивали. Вот ПКТ-премиолома, про диагностики. А при лечении я конкретно расскажу о том, что нам могут эти тела. В смысле. Разные эти тела, которые у нас есть, которые у нас еще нет, и так далее, и так далее. Ну, поехали. Мейлома. Что такое мейлома, вы знаете, нет? Знаете, да? Это заболевание, которое считается пока неизлечимым. Оно приводляется поражением коксейских гердер. И считается, в общем, неизлечимым, как я уже сказал, в комплективной системе. Дальше. ПКТ. Вот такой слайд очень важный. Имеет высокие показатели в сравнении с КТ. Чувствительность бескличности. Имеет возможность оценки увеличивости пустого мозга. И имеет возможность в сравнении с КТ, с форматой скоростью 1,3% с аппаратным синдромом. То есть, это быстрее бывает. И не реагирует на то, что он у того, наконец-то есть. Дальше. Главным преимуществом этого исследования является, возможно, оценки и подсчет параллельно-таблической активности процесса. Дальше. Ну вот, разные бывают больные. Мейломы – это не только кости, но и костный мозг. Это, в данном случае, еще и, например, желудок, кишка. И мы здесь видим то, что мы видим на этих вот снимках. Всего этого. Можно ли мы видим? Везем нет. Вот то, что мы сейчас видим, это вот кишечник. И это не видно ничем. Ни рентгеном, ни МРТ, ни КТ. И только пред-КТ мы видим на этих вот очагах. У нас это то, разрастающиеся в гладеном, которые вот там существуют и могут быть нами описаны и изучены дальше. Вот сейчас мы видим что? Костный мозг. Костный кость на КТ, на рентгене, и на МРТ выглядит как кость. А на пред-КТ мы видим, что там есть очаги, они вот желтые, они сияют буквально. Они металлургически активны, и мы можем сказать, что там есть поражение костного мозга, миелом. Примерно то же самое, это вот касается конца лопатки, ее отростка, и немножечко позвонков. Мы видим там, что там есть очаги. То есть ПЭТ-КТ это метод, который мы сейчас рутинно используем для начальной диагностики множественного миелома. И нам это дает большое преимущество, потому что мы четче понимаем уровень поражения, его активность. Мы видим, где есть миелома, а где ее нет. Даже мы раньше работали без этого, я даже не знаю, что это. Раньше рентгеново охраняющиеся. Раньше было много. Дальше. Ну вот, поскольку тут везде молодежь, могу сказать, что раньше миелом был неинтересный гематологический опыт. Потому что мы имели стасетики разнообразные и не более того. Потому что применяли анциклофосфанты, кристин, штучный мальфолан применяли, даунуробицин, доксуробицин применяли и более ничего. Толка об этом не было. Ну, примерно никакого. Однако с 2006 года в России появился бутазоамид. И примерно сейчас лечение миелома стоит на трех китах. Это гидропротеосом. Вот они здесь, которые имеются, они указаны. Это иммуномодуляторы. Дальдометов в России нет. Остальные в России есть. И антитела. Антитела тут ниже. Там ниже указаны те, которые у нас сейчас есть. Те, которых у нас сейчас пока нет. Но думаю, что будут точно. Дальше. Как работают антитела? Это не так просто. Во-первых, это прямое действие на клетку, которая уничтожает антитела. Во-вторых, здесь вовлекается комплимент, который усиливает их действие. В-третьих, это дает возможность проводить такую щадящую терапию контингентом, которые ее перенести в химиотерапию не смогли. А также находятся комбинации, которые уничтожают больше эффекта для того, чтобы иметь большую значимость встречения. Дальше, пожалуйста. Куда действуют антитела? У нас это все просто. Вот есть раз, два, три, четыре, пять, шесть эпитопов. Из них на два. Есть и 38, которые вот тут у нас слева. Уденька такой. Туда есть вот два самых распространенных и употребляемых антитела. Даратумаб и стуксимаб. И элатумаб действует на сланг 7. Что такое сланг 7, я вам расскажу попозже. А вот дальнейшие эпитопы пока не задействованы. Я очень хочу обратить внимание на эпитоп PCMA, который вот справа, такой желтенький, находится справа. Он из них выглядит наиболее взаимно многообещающим и там виден будет эффект. Дальше. Вот механизмы действия. Из туксимаба, Даратумаба и Элтузмоба. Это все антитела, которые сейчас доступны в России. Мы их применяем. Мы должны понимать, как они действуют. Вот два из них. Первый это Тоник Мишин и Элтузмоба. Спрашивается, что для нас из того, что это разные эпитопы для Иза и Дара Турмамбов. Ответ. Ничего. Не значит. Это совершенно такое, в общем-то, эфемерное пока понятие. Но дальше мы видим, что антителаи, в принципе, немножко разные. Это разные эфемы. А потом поговорим чуть позже. И вот Элтузмоб, называемый с вами всем, это совершенно другой механизм действия, который восходится через натуральные кибер. Дальше. Вот что нам говорит российское законодательство, неповестное слово. Вот мы, что мы видим. Дара Турмамбов. Что называется везде. Он везде. Первая линия, вторая линия, кандидаты, не кандидаты. Элитентные, чувствительные. Если он не применялся, он может быть эффективным. И Эстуксимоб. Вот два режима, которые применяются в второй лечке в ней в терапии. Элтузмоб тоже два режима, даже, наверное, один, который применяется вот с этими препаратами. Все это в журнале ЛФП есть. Это важно для тех, кто означает терапию. И все это, не все. Турмамб есть в ВЗ. Это ВЗ-костратомозаводки. То есть, это такое, что выплачивается государством. И поэтому это лучше. Немножко применить. Более удобно. Турмамб. Самое первое тело, которое мы имеем. Есть его характеристики. Они описаны на этом слайде. И надо иметь в виду, что это не просто действие тела на плет. Имеется не только этапозависимость, токсичность. И комплемент, зависимая из токсичности. И фагоцитоз, и прямая из токсичности. То есть, несколько механизмов, которые уничтожают опухолевую клетку. Вот тут тоже самое представлено на уже психологическом уровне. Видим левый слайд. Участвует комплемент, макрофаг, клетка. И имеется действие также через иммунные механизмы, которые указаны в правой части этого слайда. Возможные опции. Вообще все больные нейлумы делятся на категории, которые очень простые. Первое. Можно сделать эту фотосию или нельзя? Красно. Второе. Они эсистенты к тому, что уже получили. А именно, к нилке идут. Либо к ремицинке, к манунаторам. Или нет. Или к тому или другому. Надо это принимать. Что они либо можно сделать, либо нельзя. Либо эсистенты к тому или другому. Либо к факторам. А вы. Факторам. Так вот. Даратому мат можно применить, в принципе, везде. Если он не применялся раньше и не был эффективен. Ну, а оставляйте тело гораздо уже, имеется в виду применения. Дальше, пожалуйста. Ну, вот одно из исследований довольно свежих. Это 01 год. Это вот не ту-плет, не три-плет. А это, как теперь модно говорить, два-дри-плет. То есть четыре литарства, которые применяются для того, чтобы как-то воздать миелому у довольно свежих больных, которые могут быть в данной эксплуатации. Видим, что МРД, это правый и серый слайд, очень высокая. То есть, эта комбинация дает высокую МРД-негативность. То есть, она дает то, что пациенты полностью свободны от клеток миелома. Их больше, чем половина популяции. Это очень много. Это здорово. Это здорово. Дальше. Та же группа через несколько этапов лечения, уже после пересадки. Это тоже вот эти вот серенькие, серенькие такие столбики. Она говорит о том, что этих больных остается много и после пересадки. То есть, выздоравливают народ, в общем, достаточно хорошо. Следующее, пожалуйста. Выживаясь на прогрессировании. Это вот такие довольно-таки, довольно стандартные схемы. Оно, конечно, больше, чем если гнезд даратурма, если оно не применяется. Это схема стандартная. Дарая РД, просто РД. Разница большая. Генерируем два раза в разницу. Все мы известны исследования Кастер и Полюкс. Это на основании стандартного риска, либо в интершем топе популяции, либо в популяции, которая имеет одну подчерствующую линию терапии. Мы видим значительное преимущество схемы сдара, чем без боль. Дальше, пожалуйста. То же самое касается в Полюксе тотологии препараты. Добавление Даратурма говорит нам о том, что он может получить достаточно хороший результат. Лучше, чем без него. Элтосанат. ВООН. Новое антитело, абсолютно новое антитело. БМС. Это мишень, который в среднесемействе сигналит отковых молекул в 21%. В основном висели. Механизм сложный. Активируются НК клетки. Активируется ФГЦТОС. Активируется ЗДОЛИС нейронных клеток. И так далее. То есть сложный механизм. Не такой совершенно, как у Даратурма-Нава. Но тоже, в общем-то, значимый. Не такой, в общем, ну, многообещающий. Да? Дальше, пожалуйста. Еще раз мы его здесь видим. Это либо прямая НК-токсичность, которая ливнирует множество миеломы, либо антезависимость от токсичности, которая тоже умеет наступать. Дальше, пожалуйста. И вот что мы можем сказать. Это препараты, выборы для лечения пациентов с практикностью к антисидитринс-8 терапии. То есть, напомним, да? Вместо 3 антитела, 2 и 3 ситринс-8. И одно антислав 7. Помним это, да? Понимаем. Ну, нет. Понимаем. Все правильно. То есть, с вам всем, значит, так ли это, что если мы к антисидитринс-8 применим препараты, да, то, и они неэффективны, то, может быть, может быть, с вам всем мы получим эффективность какую-то. Вряд ли. Вряд ли. Так сказать, нельзя. Этот препарат применяют у пациентов, которые рецидивируют, резистентные, у больных, больных с мочной миеломой, либо когда в аптеке больше ничего нет. Как написано здесь. Но это не так, потому что есть нюансы. Дальше, пожалуйста. И вот нюансы. Для довольно замороченного исследования, понять его довольно мудрено, скажем честно, но там 37 пациентов, которые получали какое-то время элтозамаб, которое какое-то время даратурамаб, и смотрели, какой препарат первым был более эффективен, который второй был менее эффективен. Был такой. Дальше вы замороченный исследование. Если вы применяли элтозамаб первым, а даратурамаб имели вторым, то это имеет смысл. Желание скучно. Если наоборот смысла не имеет. Вот как-то так. То есть необходимо пробовать, сомневаться, думать. Но предварительные данные, они именно предварительные. Поврать ли именно на даром? Я вам скажу даже больше. Вот то, что я буду говорить дальше, слайды будут предоставлены мне компаниями всеми, которые конкурируют уже с собой, это не прямые исследования. Это исследования, которые только условно можно сравнить. То есть это условные данные. Это вот можно говорить об этом только в дальнем приближении. Но мы должны понимать, с чем мы ориентируем. Поэтому я их предложу дальше. Ну вот ЛТУЗУМАП ЭЛОКЛЕНТ-2. Исследования это ЕРЗИ по стандартируем. Ну, видим, что небольшое преимущество у тех, кто под железноделем есть. Вот это то же самое об этом же. Видим, что небольшое, но преимущество небольшое, но оно все-таки есть. В следующем. ЭЛОКЛЕНТ-3, это уже больные с большим риском и высоким уровнем ЭЛОКЛЕНТ-2. Конечно, меньше, но дело не в этом, потому что все это исчисляется месяцами. Это вот месяц. Это, в общем-то, как бы, ну, все двое тему, мы и все. Но очень позже. Дальше. То же самое, вот мы видим, что летальность, ну, очень драматная. Основная причина – это агрессия. Три плеты. Сейчас вот такая есть в нейломе штука, что сравнивают вот ту плеты с три плеты. Это двухкомпонентный, двухкомпонентный схем. И говорят еще о квадриклеторах, когда четвертый компонент прибавляется к этим трех. Но это на самом деле так вот. Была схема, квалитарства их применяли, они были эффективными, они старые. К ним направили третье новое. Стало лучше, это мощный радост. Да? Это так. Поэтому все эти исследования – это Скафилзамидов, Скисзамидов, Селлзамидов, Сдароколнов, конечно, новое лекарство, тем, которые были старые, не увеличили эффективность. Но, однако, без Дексиметазона не обошелся еще никто. Дексиметазон был, есть. Я сейчас скажу так. Основной терапии множественной миру. Да, Южки? Южки согласны. Киолет. Хорошо. Вот. И изотоксима. Торосин ГС-8 – немножко другая цель. Торосин ГС-8 – немножко другие. Торосин ГС-8 – такой эпиток. Действие примерно такое же. Но, однако, дальше пойдем. Исследования лекария резистентных больных очень много. У них именно это все и проверялось. Общий ответ разительно. После клининой терапии на изотоксима, с пумальдомитом, гораздо больше, чуть ли не до стола раза. Намного лучше. А вот это уже моя шпионская деятельность. Это непрямое сравнение и алтурзмоба с изотоксимобом. Но, что могу сказать? И то или иругое ПД. То есть это не то или иругое с … … дозор. И мы видим, что тут чуть-чуть генератора жира, то есть прогрессирование, лучше УИЗа. Опять же, разница в месяцах, тут два месяца туда, два месяца сюда, но все же лучше. Так давайте это, ну, подумайте сами, решите сами. Но в целом, не прямой, это разные исследования, разные дизайн, разные команды их проводили. И я эти данные быстро выполнил из труда, не менее 6 тысяч, нечего их добыть. Но однако, вот как-то так. Скажите, что тут лучше четко УИЗа? Нет. Что четко хуже ЭЛа? Нет. Но вот нюансы, они вот таковы. На их сами можете ценить, как гематология. Гематология? Нет. Килают. Гематология. Дальше. Чем разница действия? Вот как бы два антителоза УИЗа и ДАРХа. Но однако, мы видим, что непрямая индукция пактоза лучше, конечно, УИЗа. Поксиматология. Однако вот и там же, у него же лучше есть, если это СУТИН, более перферментное. Это очень важный момент. Особый механизм, об этом как бы говорить тут мы не будем, поэтому неважно, оно все-таки лучше. однако удара четко и жестко лучше кандемазависимость токсичности. Мы видим это вот на третьем это на шлифлайде каким-то вот для калуночка. Калуночка. Ну правильно, да. То есть есть разница. Эпитопы разные и в клинике в общем-то тоже есть разница. Мы ее видим. Дальше это из-за КД выживаемости. Это как назовем анексиментазомом против КД, который просто без ИЗа. Так вот она не достигнут в осином. То есть медиана выживаемости пока что не достигнут на этом триплете. Наверное сейчас этот триплет. Наверное. Если токсимат как назовем анексиментазомом можно наверное считать лучше в лечении множественного нейлона который седевет. Наверное так. Но может быть и нет. Может быть и нет. Потому что есть там разные нюансы и много дальше. Вот из-за ЭДР непрямое сравнение еще раз говорю. Разные команды исследователей. Разные лизайны. Разные как бы подходы. Но все-таки препараты одни и те же. И если токсимат не достиг недавно жиральности в то время когда даркнул мак ее достиг. Ну вот так вот. Вот так вот. Это не говорит о том, что это лучше или хуже. Это нюанс. Наша работа все нюансы состоит. По неделю еще. Он согласен. Дальше. Примерно то же самое. Примерно то же самое. Ну можно сказать, что это численно подтверждает то, что добавился в следующем числе. Ну вот схема, которую я включаю из-за ядара. Я уже на кончение не говорю. Можно говорить о том, что примерно равная частота общего ответа это третий строчек сверху. Примерно равная. И очень хороший частичный ответ либо лучше это четвертый строчек сверху. Примерно равные данные даются примерно равные. Чуть-чуть плюс эстоксима. Дальше. То же самое. Вот те же самые препараты. Здесь можно говорить о том, что выживаемость без прогрессирования вот тут даже наоборот. Она лучше в группе таракилумаба для исследования Апола, в нижнем группе эстоксимаба исследования тарея манда. Следующее. То же самое. Мы видим желтенькую строчечку. Это у нас Апола, это Даратонуумаб и Хасинку. Это С BakSimagab претермーム カüt из Puximab. Здесь может быть я да все не так. В Trainz была общая выживаемость несколько лучше. Это безносильно, но это не так, в сравнении с Даром. Но однако данные были близкие и могли быть трактованы как примерно одинаковые, хотя тенденция Диза была получше. Дальше. Опции с терапией с дартумом в лечении множественного миона. Я уже говорил в начале моей большой лекции, дартумом давайте везде, кто не применялся, может быть. Это проверено, это хорошо, мы сейчас применяем его в режиме иммунотерапии, и в общем-то у нас хорошо получается. Рекомендации ЕХ и ЕСМА, это вторая линия. Можем глядеть здесь. Разные тела есть в разных комбинациях, в разных линиях. Более не намерен, не намерен. Замечу свитных или паразистян. Подбирайте себе по вкусу комбинацию. Главное то, чтобы человек ее ранее не получал и мог ее воспринять, то есть не мог бы под нее сразу, потому что все это довольно токсичная вещь. Следую дальше. Общий итог. Это то, что я вам говорил до другого. Вот три антитела. Вот они применяются там-то, там-то, там-то. Даро почти везде. Из-за ЭЛ во второй линии. Есть некоторые миниансы, которые указаны на этом слайде, которые я не буду еще раз повторять, потому что они... А ну, что ли повторять, правда? Вот. А нет. Ой, да. Куда слайд делся? Еще один. Да. Да нет. Там был еще один. В целом нас ждет много интересного. А именно, нас ждет еще много антител, которые будут новые. Они будут вот совершенно другими, либо похожими и так далее. И, опять-таки, мы в моменте, мы наскрепим препараты, которые из группы модуляторов, из группы, не так как такая сомка. Вот. И нам необходимо будет смотреть и на своем опыте понимать, что это лучше, а что будет. При этом опыту, конечно, надо набираться вот уже вам, потому что мы сходим со сцены. Чиловый возраст. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы есть? Есть? Вопросы в галереи. Ну, когда мы избавимся от того, что мелом... Никогда. То есть процесс ради процесса? Да нет. Дело в том, что человек, который родился, он должен, в принципе, не гонить. Просто угочилов. И мелома отличный способ сделать. Просто один из лучших способов это осуществить. Да. Но, к сожалению, к большому она все молодеет. Сейчас уже много мелом 40 лет, 35 лет. Вот так вот. Ну, это иммунная система. Это все иммунитет. И вот там вот. А вот так терапия им регулярно какая-нибудь? А, это мулькулярные? Ну, я имею ввиду вот тирозин-киназная терапия. Тирозин-киназная терапия, лечение мелома, мне пока неизвестно. Но может быть... Потому что мы же знаем нарушения, которые определенные механизмы... Ну вот, я могу тут долго рассуждать. Можете-можете, конечно. Ну, продолжайте. По-моему, не может, да? Если мы говорим, допустим, в хроническом мелом реквозе. Там вот так... Терозин-киназный ингибитор, он решил проблезнуть. Да. Он выращивал болезнь. Сделал людей, ну, такими, как общая популяция. То есть они стали жить ровно столько, сколько всей страны, и при этом нормально себя чувствовать. То в данном случае в меломе одной такой точки нету. Их несколько. И вот то, что я пытался вести сегодня. Комбинация этих точек, на которые бы стоило бы воздействовать. Вот ее бы надо найти. Вот ее бы надо найти. А это надо искать. А мы уже не успеем с вами. Помрем. Комбинация, которые молодые. И поищут. Все равно комбинация зависит же не только от внешних факторов, но все-таки, наверное, от молекуляторов каких-то вопросов. Правильно? Правильно. Потому что мелома сама очень разная. Да, да. А когда мы научимся, когда мы придем к некой картине меломы с молекуляторами? Так, пришли уже. Не, пришли, но что с этим делать? А мы же понятно. А пришли, пришли. Уже мы там уже спорим. Все, понятно. Спасибо. Было радостно. Быть вам полезным, если это так. Спасибо большое, коллеги. Мы слушаем свою лекцию такую, которая была, на самом деле, я так понял, смысл для него обозначить, что гипотология не такая скучная наука, как нам кажется. И что не только гемоглобилии в тромбоцитах дел, а еще другие проблемы тоже есть, которыми мы успешно занимаемся. Олег Анатольевич, он один из ведущих консервистов. Поэтому спасибо, что пришли. Спасибо, что вы задаете вопросы. Следующий докладчик у нас Татьяна Анатольевна Сушинская. Апилирующий хирург, который замахнулся на такую ежедрительщую проблему с гипотологией. Здравствуйте, коллеги. Да, именно замахнулся. В общем, мы не знаем, вот гемороцените. Посмотрите. Я попроще. Я совсем просто. Но хочу обратить внимание ваше на то, что просто не значит плохо. Значит, гематологические проявления злокачественных образований. Вы гематологи, я не гнева, поэтому я буду не мучить своего ключа. Но я думаю, что вы не только гематологи, но и терапевты. И очень надеюсь, что были вам полезны свои изысканиями. Значит, анемия нарушения беножелеза на моей гемостазе. Значит, частота анемии онкологических больных. Значит, посмотрите, это гематологические заболевания. Заболевания, да, 68%, 71, рак любого, 71. И у болезни женской продуктивной системы 65% встречается у больных анемии. Вот одно большое исследование, которое, если не ошибаюсь, раз больше 20 тысяч больных, была обследована частота анемии 53,7%. При этом гемоглобин ниже 100 или 10 граммов на 1 цилиндр 15 децепр. 15,2%. Факторы, повышающие риск развития анемии. Кровопотеря в острове хроническая, но острое это понятно, возможно, и хирургическое в том числе. Недостаточное поступление железа, связанное как со статусом самого пациента, так и с нарушением присутствовательной функции. Нарушение обмена железа, подавление литополеза, снижение продукции литополитина и диссиминациума, то есть распространённые процессы с литостазами. Дефицит железа, колеблется от 32 до 60%, подняться в качественном образовании. Большинство пациентов также страдают анемию. Роли анемии и нарушения обмена железа. Анемия ухудшает результаты лечения качества жизни. Гемоглобин связан со стадией заболевания, своя бактериопрогноза. Снижение показателей сывороточного железа, характеризует систему, снижение обмена организма и является основным фактором развития анемии. Ферритин является маркером воспаления, показателем, определяющим тактику лечения анемии. Частота анемии у женщин с заболеванием в окно-треперту, в кемосистеме. Обратите внимание, фоновое приатаковое заболевание при первичном обследовании, то есть это пациентка, который обратился к гинекологу, я даже не говорю к онкогинекологу, 32% больных имеют анемию. В целокачественном образовании 51% имеют анемию при первичном вращении. И после проведения химиотерапии, или речевой терапии, или хирургического лечения, 78% больных имеют анемию, показатели крови. Вот собственные исследования. Обратите внимание, пожалуйста. Даже эмоцировикоз, то, что я говорила о фоновом заболевании, то есть около 8% больных имеют анемию. И обратите внимание на последние столбики, там сверху станет 31, 32 и 4, и это метастатический рак. Обратите внимание, насколько выше число больных с анемией при метастатическом раке в следующем же составе. То же самое по СОИ. И опять же обращаю внимание на правые крайние столбики, метастатический рак. Анемия гемостаза и тромбозы. Значит, рак способствует активации процессы смертывания крови, которые проявляются аномалиями в коагуляционных параметрах или клинических тромбозах. Тромбоз 1 на 200 в общей популяции является второй по значимости причины смерти у больных от лопатического образования. Самый опасный вариант тромбоза – ВТФ, венозная тёмная болезнь, обоз в руке ПЛ и ТЭЛа. Риск смерти после устраивания тромбоза в больных от лопатического оборудования в 4-8 раз выше, чем в больных без лопатического оборудования. Следующий вопрос. Факторы, влияющие на геностаз, теоретические вмешательства, химиотерапия, противораковая химиотерапия, гормональная терапия, битвенная мобилизация пациента, в том числе и в стационаре, наличие центральных лимозных патетеров, гистологический гипотет рака и большая процентная стадия заболеваний. Частота тромбозов в онкологических больных представлена на слайде. Даже при раке шейки марки, в общем, то есть, 8-12% больных имеют тромбоз. Старая таблица 1999 года. Обратите внимание, что высокие риски новообразования при операциях, связанных гинекологией с терпацией марки и онкологической заболевания. Наши рекомендации, где аномалия гемостаза как повышение фибриногена в виде нерв, количество тромбоцитов, рейкоцитов, лимоглобин, указывают как признаки киберкоагуляции факторов риска доносных тромбоэмболических сложных. То есть, обращайте внимание, пожалуйста, на то, что мы в анализе следующее, пожалуйста. Собственные данные. Дальше. Частота по мнению дифференциальных значений это я уже в свою территорию зашла, да, большие лабораторные признаки повышения РФМК достали показатель, про который все забыли, в принципе, его, практически на него никто не смотрит, и даже его практически не означает. тромбодинамика такая, которая тоже, в принципе, хоть и пропагандируется у нас, но мало, мало назначается, вот, повышение эфиреногена, повышение количества тромбоцитов, додимер, ну, в общем, все насладится, большие лабораторные признаки, малые лабораторные признаки, мало информативные лабораторные признаки. Это все общий анализ. Следующий. Что у нас по ракушекимаке? Тоже обратите внимание, пожалуйста, РФМК. То есть, очень чувствительные тесты. Я не буду вдаваться, вот, так сказать, в патокинез, происхождение, изучение и прочее. Я просто обращаю ваше внимание на то, что больные статические ракушекимаки, равно, как я думаю, каким-то другим, вот, высокий процент повышения РФМК. Следующий, пожалуйста. То же самое. Вот интересный показатель, да? Изменение агрегации тромбоцитов с АДФ. То же самое. Посмотрите, чем больше статей, тем ниже, тем ниже, я бы сказала, уровень агрегации тромбоцитов с АДФ. Именно ниже. И у всех больных, там, 410 больных у нас было, отмечалось только снижение РФМК. Следующий, пожалуйста. Довенер. В слайде тоже правый, пожалуйста, статей столбика водительного. Значит, нарушение гиперкоагуляции, если мы не показатели химостазов, связаны также с вариантом распространения опыковей и любистологическим процессом. Обратите внимание, просто клеточный рак, голубенькая такая часть столбика, и при метастатическом раке повышение уровня больше 5 РФМК. Следующий, пожалуйста. Аденокарцином вопрос. И это способ профилактики от нашего влияния и оценки того, что мы видим у пациентов. Вот мы не понимаем, что там происходит, как он считает это, как делает, какие он штуки, задачи, как он решает эти задачи. у нас была проблема. Такое определение для технического стадирования точно стоит в заболевании, иначе это статус формирует в результате в шоке. Задача построить модель, которая на основе рутинных показателей помогает это делать. У нас это получилось, модель открытая, то есть мы понимаем, какие показатели входят в исследование, каким образом происходит расчет, точность прогнозов, вероятность наступления наступления в следующем. Множественные ленинные регрессии, то, что использовал искусственный интеллект. Уточняющий расчет стадии рака шейки матки по критерию Т. То есть это первичное объект. Вот искусственный интеллект создает формулу объектную, которую нам позволяет уточнить стадию заболевания, конкретно рака шейки матки. Посмотрите, пожалуйста, точность 74%. Максимальная точность для стадии А1-2-2-А и 3-Ц-1. Но значение менее 80% считается низким, поэтому мы продолжим набор пациентов для повышения тушинских моделей. следующий слайд. Добавили в эту формулу гемоглобедные фитроциты и соя. Стандартные показатели, как ты раньше называлась, тройка, да? Это же пожалуйста. Используя метод множественного фистической регрессии, уже замазнулись на критерии N. Миллионарные лимфатические узлы. И вот что получилось. Формула, которую используют дезимеры, элитроциты, фитриногены, гемоглобедные с неким показателем, который тоже там указан. И для обрубления точкой отсечения составил он 3. То есть, если меньше 0,3 результаты, то гемоглобедные гемоглобедные результаты нет. Если больше, то есть. Точность 98, специфичность 98, чувствительность 100. Это гипердиагностика, но это лучше, чем недостаток информации. Потом проверили на другой модели. РОК-АУК не очень понимаю, что это такое, но, тем не менее, точно состоялось 99%. Следующий, пожалуйста. И это все к чему? Вот мы смотрим в анализ. Ну, что-то там меняется. Каждый, ну, вот тот выше соя, ниже гемоглобин, ниже количество элитроцитов, какой-то там некий дезимер. Ну, в общем, в том, что мы видим, есть смысл. Кровь – такая вещь. Мы же всегда берем кровь при любой совершенно болезни. Как-то мы ее оцениваем? Ну, не отдельно, то есть нужно оценивать не отдельно гемоглобин, а отдельно соя, отдельно что-то. То есть это… О чем это говорит? Вот мы попробуем понять, о чем это говорит. Получилось, что метастатический рак… почему я спросила обратить внимание на крайне диетика, на крайне диетиках, на крайне диетиках, да, с метастатами. То есть это говорит о том, что гемостаз и общий анализ крови, ну, там, гемоглобин и СУИС реагируют очень на распространенные болезни. Вот мы тоже получили патент на основании этой формы. Сейчас закончили процесс филификации. Модель успешен. В общем, продолжаем считать. Вот пример. Ну, пример, я не знаю, будет вам интересно, но, в принципе, пациентка, которая обследовалась всеми методами, как и всеми возможными методами, исключая ПТПТ, УЗИ малолатаза не нашли, метастатолинкотические узлы. Следующий слайд. МРТН с контрастированием не нашли метастатолинкотические узлы. И установлена стадия Т1В, 1М0М0. Формула. Следующий слайд. Вот показатели крови и пациенты. Все эти показатели были введены в формулу и только в результате на 7. То есть по формуле расчет получилось, что N1, то есть имеется в этой пациентке, имеется метастатолинкотический узлы таза. Следующий. Дальше была проведена стадирующая операция, то есть лимфодисекция тазовая. И вы посмотрите, что лимфатические узлы были выражены с обеих сторон. То есть двухсторонний метастатический рак. Эта пациентка не подлежала хирургическому лечению и ей была проведена химии и лечевая терапия. То есть это важно для чего? Для того, чтобы определить метод лечения. Следующий слайд. Вот. Я тут много чего нарисовала. И дойдем до того, с чего я должна была начать. Гемотологический синдром. Смотрите. Диагнозисклазия шейки матки первой степени. Красненький, довольно плохо видно, но видно, что из них чуть-чуть показатель в общем анализе крови. Красным я выделила соя полдость первой. Ну, 2,15 мм в час. Дальше потом скажу. Следующий слайд. Рак шейки матки ин ситу. Тоже видите, немножко в общем анализе крови чуть-чуть больше показатели реагируют на этот рак шейки матки ин ситу. И опять же красный велиг у нас. 2,20 мм в час. Дальше. Рак шейки матки 1,1. Здесь, посмотрите, уже подключается кагулограмма со своими изменениями. Рецидив болезни. Дальше. Рак шейки матки 1,1,0,0. Тут тоже общая анализ крови немножко. Видите, реагирует. Моноцитоз и альзинофилы. Дальше. 2,1. Тут уже и кагулограмма, и общая анализ крови. Я специально не заостряю ваше внимание на конкретных показателях. Я просто хочу показать, что кровь реагирует на все. Вот что бы ни происходило у нас в организме, кровь на это реагирует. Каким-то своим специфическим способом. Надо просто вот понять, что если вы что-то находите, видите, это не значит, что это рак. Это значит, что надо искать. Дальше. Дальше. 2,1. Тоже посмотрите, как это все в красном, опять же, в красном выполнении окном. Дальше. Вот четвертая стадия хочу вам показать. Посмотрите, какой страшный вообще анализ крови. Но тоже врачевом анализе. Сой вообще нет анализов. Тоже объясню почему. То есть сейчас. Исключили соль из общего анализа крови. То есть если вы хотите получить этот показатель и заинтересоваться, как он, несмотря на то, что соль определяет прогноз, вы можете его не получить, потому что вы его не назначите. То есть соль показатель, который назначается отдельно на анализе. Дальше. Вот по прямой кишки тоже, видите, 2,10 мм в час. Уже соя по Панченкову. Я хочу обратить внимание, что это наш институт. То есть это один наш институт. Вот такие вот разные нормы для сои. Разные методы и разные нормы. Вот тоже обратите внимание к аглограммах. Дальше. Молочная железа. Вторая стадия. Общая анализ крови реагирует к аглограмме не очень. Дальше. Левая молочная железа. Общая анализ крови к аглограмме. Н1. Обратите внимание тоже. Дальше. Четвертая стадия ракомолочной железы. Тоже кровь реагирует. Понимаете? Я не хочу сказать, что это прям связано. Вот прям четвертая стадия и прям вот именно должны быть все показатели снижены. Я хочу вам показать, что кровь реагирует. Вы обращали на это внимание, пожалуйста, дальше. Дискуссии. Вот. Дальше. Дедимер. Я почему так все пристально? Потому что у нас формула, которая учитывает все нормы и все показатели, в том числе Дедимер. Посмотрите, пожалуйста. Тест на Дедимер. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть девять способов теста. И разные нормы. Дальше. Давайте по единиц. ДДУ и ФЕ. ФЕ, да? По-другому. То есть после простого умножения нельзя превратить один уровень Дедимера в другой, да? То есть не можем переходить из метода в метод. Каждая лаборатория должна сообщать кто-нибудь из ту единицы измерения, параллельные лечения. Но, в принципе, вы понимаете, на самом деле это сложно. Возможно, если вы работаете как в городской больнице, у вас одни и те же критерии, да? То вам проще привыкать. Но федералам очень сложно. Приносят то одно, то другое. Ну, крайне сложно. Дальше. Вот открытый вопрос сейчас. Я вам считаю, что это важно. Аксурсия стандартизации. Теста на ДДНК. Невозможно экстраполировать из одного метода в другой. Сравнивать результаты некорректно. Дальше. В том числе то же самое. СОИ, что я вам показывала, да? Одно лечебное учреждение. То по Панченкову, то по СКРЭ, да? То 2-20, то 10-15. В общем, пойди разбери вообще, что является нормой, да? Вообще, мне кажется, что вообще-то все следует упорядочить. Не просто в одном лечебном учреждении имеют те же показатели того же, так сказать. Да, если вообще. То есть все должно быть стандартизировано. Стандартизированный бланк, где в определенном порядке указываются, так сказать, вот показатели. Стандартизированы показатели СОИ, дедимеры, лейкоцитов и прочего всего. Какая-то здесь же система СИФ, в конце концов. Может быть, я не знаю, может быть, терапевтика стучатся. Потому что очень сложно. И вернуть СОИ клинический арестовый. Для меня, например, для нашего пациента это очень важно. Дальше. Ну вот, спасибо. Если есть вопросы, я просто извините сама, да? А у меня есть. Хорошо. Коллеги, может, у вас есть? Пожалуйста, если кто-то хочет. Или, может быть, нас там есть и нибудь из-за океана. Слушайте, а вот дедимер, он такой модный сейчас? Почему? Правильно модный или нет? Знаете, оказалось, что он правильно модный. Более того, я вам скажу, что дедимер в нашем… То, что вытащил искусственный интеллект, он, вообще говоря, не очень повышался. Он гулял, делал референсное сочинение. То есть больше 0,3 – это уже нестатический рак. Вот так это, понимаете? То есть он не зря модный. Я, к сожалению, не такой гематолог. Я боюсь, что в такой дискуссии глубокой я не могу участвовать. Я просто внимательная, да? И вот некие, некие вещи я просто вижу. Я даже не могу найти им объяснение. Но, получается, что для нас он важен. Он хорошо предсказывает. Если дедимера нет, формула работает плохо. То есть она неправильная, так сказать. При наличии дедимера формы, понимаете, 95 процентов, это очень хорошо. Это просто, понимаете… Я думаю, что важно. В нашем исследовании, да. А у меня еще вопрос. Ваше отношение к эстрономизированию. Он на самом деле лучше? У нас у меня работа. Мы его проверили. Я честно говорю. Возможно, для кого-то, для каких-то заболеваний, каких-то условий. Я на кошеке-маке не сработал. Поэтому остаюсь. Я хочу обозначить эту проблему темный хирург, который режет. Она пристала ко мне 10 назад. Николич, а почему у него твой типоаник аномия? Почему у них дедимера? Почему у них тромбозы? Почему у них аномия вызывает? Ну, давайте собрать материал. Мы собрали материал и показали, что по анализу крови и когулами можно в 99% предсказать на лечении аэтостаза. И, соответственно, определить, а как проводить больного на операцию или лечить станцию системно. А все инструментальные методы, которые используются в онкологии, мы это не рутильные методы. Онкологии, потому что там другая история с эстрономизмом, они только в 50% позволяют использовать аэтостаз. Мы практически 100% реализуем этот вопрос, банально обращаясь к анализу крови. Поэтому мы гематологи, еще раз повторяю, вот разные проблемы есть в гематологии, все они, если мы заниматься, довольно интересно. Делать всем огромное вам спасибо за эту работу, потому что они, главное, идеологи. Дедимер был модный лет 15 назад, и сейчас он как бы, ну, встревается. Я предложил одному своему коллеге, и приятелю, и другу, рецепт распределить. Я предложил размести в соцсетях объявление. Лечу для меня. Есть тысячи рублей. Классный, классный, да. Второй по частоте обращения. Следующий, значит, заведущее отделение высокорусской химиотерапии, с локтой перспонтации «Классного мозга», кандидат в лицинских наук. И, вообще, наш хороший друг и товарищ, это человек, которого я первого встретил в своей гематологической жизни. Ну, просто два пришли, и почему-то сейчас дальше, чем все остальные, и собственно, и скрытые. Марина Андреевна, спасибо. Добрый вечер, уважаемые коллеги. У меня такая общая лекция, которая посвящена общим принципам диагностики. Мне несколько посвящу истории создания классификации в современной версии. Мы продыскали принципы ранения в диагностике и в диагностике. Итак, что такое лимфома? Лимфома – это очень большая, крайне ветерогенная группа злокачественных новообразований, которые отличаются между собой по морфологическому строению именно фенотипу опухолевой ткани, молекулярно-генетическим характеристикам, клиническим проявлениям, ответу на лечение и прогнозы. Следующий. Данное эпидоследование свидетельствует о географической неравномерности заболеваемости лимфомами. Несмотря на то, что нехожкинские лимфомы составляют менее 3% всех злокачественных новообразований, по темпу прироста заболеваемости они занимают четвёртое место среди всей онкологической патологии. Подавляющее большинство нехожкинских лимфов лимфомы составляют токлеточные. При этом на долю географической неравномерности приходится до 40%. Частота токлеточных лимфом менее 20% и наиболее частым вариантом является периферическая токлеточная лимфома не классифицируемая, которая составляет чуть больше четверти случаев. Лимфома Ходжкина в России частота встречаемости 2 и 2 случаев на 100 000 населения в год. При этом около 95% составляет классификация лимфома Ходжкина и следующий. Так, классификация долгий путь. Первая классификация была разработана около 80 лет назад. Она учитывала морфологические признаки и клинику клинические данные пациентов и в ней учитывались всего из 618 пациентов. лимфома Ходжкина была выделена в ней отдельным вариантом. Далее шли работы и в 1956 году вышла классификация, которая была позже усовершенствована, классификация РАПОКОРТ, в которой уже кроме морфологических признаков учитывался характер роста модулярный или диффузный. И позднее, в 70-х годах, было обнаружено, что на клетке на лимфоцитах есть некие рецепторы, с помощью которых можно определить линейную принадлежность опухоли, то есть ВТ или НК клеточной. И в 73-м году немецкими коллегами была предложена классификация позднее, получившая название кисты, которая учитывалась и линейная принадлежность, и степень 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 точкой точкой первой попыткой создания современной классификации, которая была учитывала не только морфологические признаки, но и клинические данные, и данные молекулярно-генетических исследований, наверное, следует считать пересмотренную европейско-американскую классификацию линфоги образования, которая вышла в 94-м году, и по сути она стала основой для классификации ВОЗ 2001 года. путем путем накопления данных обработки их, с учетом всех вышеперечисленных характеристик окухоли, в 2008 году была опубликована новая, существенно дополненная классификация ВОЗ, ее четвертое издание. Следующее. В настоящее время мы пользуемся четвертым изданием ВОЗ в пересмотре 2016 года. Она включила в себя более 80 различных вариантов линфом. И на следующих слайдах я втратце расскажу следующий слайд о изменениях по сравнению с 2008 годом. Они отмечены звездочкой и голубым цветом отмечены новые предварительно золопические формы, которые также включены при пересмотре 2016 года. Классификация достаточно сложная, большая. Здесь представлены только наиболее распространенные варианты. Но если совсем крупными мазками, то определен диагностический критерий, наконец-таки, для установления диагноза хронического лимфоликоза должно быть не менее 5000 литров планальных лимфоцитов. При уровне лимфоцитов менее 5000 диагноз хронического лимфоликоза даже при наличии степени, связанных с заболеванием, симптомов, неправомочен. В отношении моноклонального поклеточного лимфоцитоза лимфоцитов установлены пороговы лимфоцитов циркулирующих менее 500 литров, то риск перехода в хронический лимфоликоз внести, если больше 500, то риск считается высоким. В фолликулярной лимфоме отдельно выделены три самостоятельных категории. фолликулярная лимфома инсиду переименована в неоплазию. И, как я сказала, еще есть самостоятельная категория, фолликулярная лимфома с поражением 12-перстного кишки и лимфома дискоотипа. В лимфомных клеток с вниманием инсиду также переименована в неоплазию. И большая, очень большая группа крупноклеточных лимфома даже увеличилась в настоящем пересмотре. Сохранилась диффузная вокруг наклеточной сохранилась. Разделение на две большие группы принципиально. Это тип из буклеток зародышевого центра GCP, тип из активированных буклеток это лебисиленом GCP. Что касается буклеточной лимфомы с промежуточными диффузной вокруг наклеточной и лимфомой Бергетта, то она была разделена в две самостоятельные единицы. Это буклеточная лимфома высокой степени злокачественности с перестройкой генов МИК, БСЭЛ-2 или БСЭЛ-6. И вторая это наклеточная лимфома высокой степени злокачественности неуточненная. При обнаружении перестроек трех перестроек генов если перестроены два БСЭЛ-2 точнее основной является МИК или БСЭЛ-2 или БСЭЛ-6 то есть лимфома определяется как ДАВЛ-ХИТ. Если СЕВ-3 перестройки обнаружатся, то лимфома определяется как припл-ХИТ и прогноз на их худшие следующие. В опухолях и зрелых ТНК клеток тоже произошли определенные изменения. Хроническое системное вопутоклеточное инфопроферативное заболевание детского возраста нееносного течения переименовано в лимфому. В группе токлеточных лимфом с поражением кишечника появилась новая предварительная форма индолентное токлеточное лимфом с первичным поражением кожи выделена первичная окральная CD8 токлеточная лимфома кожи. у нее такое название, потому что впервые она была обнаружена на кожеушных раковин. И что касается инопластической токлеточной лимфомы лимфомы наконец-таки она выделена в самостоятельную категорию и появилась здесь же среди анопластических лимфом на клеточном появилась новая временная категория и там лимфома ассоциирована с имплантом молочной железы. В разделе посвящен лимфомы кочкина произошли минимальные изменения не касаясь только натурядной лимфомы с преобладанием лимфоцитов и заключается в появлении новых иммуно-морфологических типов. следующее. И несколько слов о классификации международной классификации болезни. Значит это международный стандарт учета регистрации анализа сравнения которые в общем-то используются для сравнения травм заболевания и причин смертности. Более 70% ресурсов выделяемых в мире здравоохранением как раз таки распределяется на базе международной классификации болезней. Предыдущая была вышла в 1990 году и с клинической точки зрения морально устарела. Поэтому в мае 2019 года Всемирная ассамблея здравоохранения была принята классификацией МКБ-11 которая полностью принята к внедрению с 1 января этого года и Россия планирует перейти полностью на МКБ-11 к концу 2024 года. Данная классификация содержит около 17 тысяч уникальных кодов травм, причин смерти и заболеваний, с помощью которых можно закатировать более 120 тысяч терминов и смоделировать до более полутора миллионов клинических ситуаций с любой степенью детализации. и такая особенность это впервые классификация вышла полностью в электронном формате может работать как в режиме онлайн так и оффлайн веб-сайт представлен на слайде следующий слайд и так как мы можем предположить что перед нами пациент с лимфопролиферативным заполеванием на первичном этапе и что нам нужно делать как и при любом другом обращении начинается сбор жалоб и анамнеза жалобы могут быть весьма специфичны это может быть повышенная утомляемость общая слабость нарушение аппетита может быть отышка дискомфорт или грудной или брюшной полостях боли различной локализации кожный зуд необходимо оценить время появления и динамику этих клинических симптомов и соответственно собрать эпид анамнез то есть то что предшествовало их появлению были ли путешествия последние 6 месяцев если были то куда были ли инфекционные процессы были ли контакты с животными при сборе анамнеза жизни необходимо уточнить и от занятий наличие профредности и прием некоторых лекарственных препаратов первыми проявлениями болезни неедко бывает увеличение периферических лимфоузлов с ними пациент обращается поэтому при физикальном обследовании нестандартного объема необходимо тщательно исследовать все группы доступных лимфоузлов с определением их размеров консистенции количества соотношения между собой и окружающими тканями болезненностям и обязательным является определение размеров печени селезенки гельфоспиномегалия может быть в отсутствии лимфоденопатии в том числе периферической и как иметь отношение так и быть обусловно другими причинами это могут быть инфекционные как инфекционный мукулононоклиоз вирусные инфекции это цитомегаловирус вирус Эпштейн-Барк инфицирование герпес-вируса первого второго типа или шестого типа также может быть любые паразитарные аутоиммунные заболевания просто банальный хронический гепатит и лимфоденопатии хорошо известно что до 30 процентов первичных обращений по поводу увеличенных периферических лимфоузлов является относится к неопухолевым процессам и соответственно как я говорила раньше необходимо определить количество локальность потому что при локальной лимфоденопатии соотношение опухоль и неопухоль составляет 50 на 50 если мы видим генерализованную лимфоденопатию то 90 процентов случаев подтверждается потом и опухоль ясно одно что необъяснимая лимфоденопатия существующая больше двух месяцев является поводом для направления к гематологу однако не все далеко не всегда лимфомы манифестируют с увеличением лимфатических узлов до 30 процентов неопухолевских лимфом является первичным экстронодальным то есть в первичном начале развивается вне лимфатических узлов при этом клинические проявления будут зависеть напрямую от расположения и размера опухолевого чека наиболее частым первичным экстронодальным локализациям является желудочно-кишечный тракт при этом желудок поражается более чем в 50 процентах случаев поражение центральной нервной системы и кожи встречается почти вдвое реже мультиэкстронодальное поражение и поражение легких встречается примерно с одинаковой частотой остальные встречаются реже на слайде представлены некоторые варианты туличных экстронодальных лимфом это наши данные пациенты проходили лечение нашей клиники в основном это выгрупно-клеточные лимфомы только верхний правый это лимфомикоз соответственно здесь поражение конечности поражение лопатки и мягких тканей кожи достаточно глубокая и гаймороя пазухи с переходом на глаз к сожалению пациент потеряла зрение на этот глаз но она в остальном здорова и не все хорошо уже несколько лет на первичном этапе обязательно не является взятие клинического анализа крови с подсчетом микроформулы при этом следует отметить что это обязательно изменение в анализе крови далеко не так анализ крови может быть в море может выявляться различной степени выраженности при этом чаще она имеет тромбоцитопения или гиперликоцитоз с абсолютным миофоцитозом выполняют развернут химический анализ крови с обязательным исследованием луковых фракций и щелочной фазы гайца и общепринятые тесты общий анализ мочи и анализ крови на ВИЧ сифилис и вирусные гепатиты выполнение серологического исследования является обязательным потому что все перечисленные клинические симптомы изменения изменения в анализе крови лимфатинопатии могут быть связаны с вирусными гепатитами или ВИЧ также доказана антиологическая роль вируса гепатита С и дефицита человека в развитии лимфом по показаниям дополнительные обследования я уже перечитала инфекции в основном это стомиковые вирусы и остальные представители семейства герпес-вируса также паразитарные заболевания из инструментального обследования в первичном этапе проводится комплекс на УЗИС исследуемся групп лимфоузлы футочной полосы запрещены это на практике однако часто ограничиваются одной или двумя областями то есть те которые при пальпации определяются лимфоузлы также входит исследование КТ МРТ то есть мы оцениваем состояние и по показаниям может дополнительно изменяться в зависимости от симптомов поражения какой-то другой системы дополнительные методы исследования следующий такой совет гематолога терапевтов если подозревается лимфопроферативное заболевание не надо мутирует лимфатический узел это скорее всего либо окажется не информативным либо скажем не до конца информативным никто на основании пунктата лимфоузла не будет начинать терапию просто надо направить кофельному специалисту почему предыдущий слайд потому что диагноз устанавливается на основании исследования биоптата узла или образования это то что касается заболевания с видимыми образованиями цитологическое исследование может считаться диагностическим только в том случае если взятие биопсии сопряжено с риском для жизни пациента если же есть изменения в анализе крови то исследуется применитация терапии после выполнения биопсии выполняется морфологическое иммунодистохимическое исследование с использованием большой комбинации что называется иммунодистохимической панелью для жидких сред крови или суспензии опухолевых клеток или выпадных жидкостей подойдет именно фенотипирование недостатками является то что мы не можем оценить архитектонику лимфатического зла также так как при лимфомах есть ряд достаточно характерных статистических аномалий проводится в идеале стандартная цитогенетика что касается флюорицинтной гибридизации инситу то это очень точный хороший метод однако он направлен на выявление уже известных то есть целенаправленно хромосомные различные реанажировки но если мы что-то ищем как стандартный цитогенетик то вдруг мы здесь не обнаружим ну и в особо случаях используются более тонкие молекулярные исследования где применяется разноценная реакция или в реальном времени или секвенирование дикдиагноз ну здесь представлены такие вот самые часто встречаемые инфекционные заболевания бактериальные вирусные с которыми приходится проводить дикдиагноз при выявлении измененных лимфоузлов где-то с пенами галии жалобы могут быть очень похожими ночной профузной год может быть слабость и кожный сут и все остальное параситарные заболевания соответственно это с цеплазмоз серкоидоз очень часто нам попадают пациенты в результате в которых становится серкоидоз ну и другие аутоиммунные заболевания для которых также будет такая же клиника и нельзя забывать о то что касается практических выводов необходимо помнить что это крайне очень большая тирогенная группа злокачественных образований поэтому проявления часто не специфические мы должны об этом помнить и должна присутствовать внутренне осторожность и если есть изменения в пневмограмме появились бы симптомы существуют необъяснимо никакими инфекционными или другими причинами а лимфоденопатия будет 2-х месяцев и с пневмогалия это является основанием для направления к гематологу если нет гематолога значит он он спасибо за внимание если есть вопросы можно для терапевтов пояснить лимфома это плохо и насколько это плохо я терапевт да хорошо лимфома это это приговор нет это ерунда нет это не ерунда и мы стараемся чтобы это не было приговором единственное что лимфома это все таки любая лимфома это злокачественное образование поэтому и относиться к нему надо с той же серьезностью которую оно требует современные методы лечения они в том числе с применением новых препаратов таргетных они позволяют достаточно часто добиваться успехов при том что существует еще такая ситуация что агрессивные лимфомы они текут агрессивно они собственно говоря в быстрый темп и быстро все поражают доставляют очень большие неприятности пациенту но они возможны вылечить стандартными методами чем более пялотекущая лимфома которая называется эндолентная тем возможность вылечить ее ниже лимфомы не приговоры ее можно контролировать агрессивно ее можно излечивать лимфомы практически решенный вопрос существуют естественно резистентные формы абсолютно поэтому в некоторых ситуациях применяется более интенсивная терапия получает такие души это вопрос спасибо подробности 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 по словам предоставляется Дубай Игорьичу включаю сам такой очень интересный резолюция экспертного совета проблемные сетта железо 2020 как жить в условиях современной психологической и строить Я, кстати, вот очень возьму на это самое, на свой, как бы, клинический, так или нет, возьму на заминку. Ваше выражение, хочешь заработать, лечить додемир? Я, в общем, давно это понял, не мог себе объяснить, что надо делать, чтобы всегда было много больных. Нет, нет, надо заниматься дефицитом железа, потому что этой проблемы, к сожалению, в нашей стране очень много. Вот тут вообще проблем специальных совершенно никакой нету, потому что все эти миеломы и лимфомы, они красивые болезни, но они, к сожалению, поможет, их частью резки. Другим отлом, к сожалению, для больного частью, не встречающиеся болезни. Давайте следующее. Дефицит железа – это ситуация частая. Половина жителей Земли имеют дефицит железа. Следующее. Кто болеет? Болеют женщины и дети, то есть те, кого мы любим, бережем и ценим. Следующее. Это хорошая картинка сайта ВОЗ. Она показывает, какая частота дефицита железа в популяции с различной частотой анемии. И увидим, что если популяция в планете анемии где-то около 40%, дефицит железа включается тотально во всей популяции. Я вот летом в Индии выступал. А там частота анемии в популяции 59%. То есть они обсуждают только два варианта диагностики. Диагностики ферритин. Нет, они обсуждают два варианта. В какую еду добавлять железо, в какой форме и сколько добавлять железо. У них вообще нет понятия гемоглобин, ферритин. Вообще этого нет. Как насытить популяцию железа? Все. Коллеги, вот надо на этой ситуации не дойти следующее. Но мы успешно справляемся с этим вопросом. У нас у женщин, по официальной статистике, которая у нас не всегда полностью совпадает с реальностью, 36% беременных женщин имеют анемию. Мало того, мы выступаем уже, я теперь лет 15 занимаюсь этой проблемой, и с каждым годом растет и растет заболевательность. То есть мы скоро достигнем тотального дефицита железа, популяции женщин, а значит каждую, я почему-то говорю, каждая женщина, которая к нам приходит в нее, она к вам приходит с дефицитом железа. Не забывайте про это тоже, потому что здесь огромные проблемы есть не только в гемоглобине, в росте волос, но и в огромном симптомокомплексе, который резко снижает и качество жизни, и переносимость лечения, и коморбидность, и так далее, и так далее, и так далее. Почему это происходит? Потому что я, чтобы перед вами такой довольно румяный стоять, я должен стейк на обед кушать, да? Вот моя супруга должна 2,5 стейка на обед, и дальше такой же румяный быть. А если вдруг она запеременела, непонятно из-за чего, то 6 стейков ей надо на обед кушать. Представляете? 6. Она будет рада такой же? Нет, пойду, коллеги, решить этот вопрос нормальным питанием, которое в нашей стране ненормально. Вот, невозможно. Поэтому, все равно речь идет о том, что надо каким-то образом железо добавлять в рацион питания женщин и детей в нашей стране в следующем году. Вот мы по этому поводу еще в 20-м году вместе с главным терапевтом Минздравом, с президентом общества терапевтов Академиком Мартыновым, с высокопоставленным сотрудниками Акшерного гинеколога, потому что их тоже проблема, да? В качестве Баранова, который Иванович был, он, по-моему, является заместителем директора общества Акшерного гинеколога в России. И, дай вашу поколюсу, собрать какой-то стратегический совет. Мы эту проблему озвучили для того, чтобы у терапевтов такое мнение сложилось об этой проблеме, и мало того, чтобы динесли для этого динейл здраво. Следующий. Вот, и, в общем-то, я расставил на том, что, смотрите, мы знаем, что такое железо директора есть, такое латентное директора железа, и мы знаем, как их диагностировать, знаем, как лечить. И все терапевты об этом тоже прекрасно знают, акушерики не могут еще лучше это знать, и заболеваемость растет. То есть вылавливать заболевание на последней стадии, это поздно, понимаете? Единственная возможность переменить эту ситуацию, это вот на первой стадии директора директора железа. Что это такое? Это предрасположенность, да, или группа риска, да? Это не я придумал, следующий, да, это не я придумал, но есть такое у нас генические рекомендации. Здесь последние генические рекомендации, слабо бы не сохранили представление, но у нас были еще 15 генические рекомендации, там было, если вчитываться, они как-то там очень меняют себе в общий текст. А сам это неправильно, и столько было вообще возглавить вот этим текстом генические рекомендации. Есть понятие группы риска. Что это такое? Это обильная кровопотеря, мистерывание и медной природы, недостаточное покрепление железа. А что это такое? Это отсутствие двух словенстейка в генической женщине с нормальными ситуациями. А если это там левоматки или какие-то гиперобермина, там шесть стейков как раз не должно быть. Если этого нет, то уже группа риска по дефициту железа. И предшествующий диагноз железодефицитономии. Если у женщины была железодефицитономия, значит, это уже говорит о том, что у нее есть дисбаланс между поступлением, потерей железа, и она вернется рано липоз. То есть мало того, что ее надо вылечить, так ее еще надо отнести в группу риска, чтобы всю оставшуюся жизнь в этой ситуации ее и ввести вот как войну с риском дефицита железа. Следующий. Ладно, наши клинические рекомендации, вот последние, если обязательно взять, то не просто нам советуют, а настоятельно рекомендует использовать препараты железа в группе риска. То есть у вас обидевая менструация, и вам пришла больная, у нее обидевая менструация, у нее бедная, больная, мясо не можете купить, ее надо кормить препаратами железа, пока не развиваешься дисбаланский. Следующий. И это вам разрешают клинические рекомендации. А у нас вот сейчас, в наших последних клинических рекомендациях, нету, в общем-то, особенных критерий в железной дефицитномии. Есть просто сравнение между железной дефицитномией и анемией хронических заболеваний. И вот эти параметры указаны. Это плохо, потому что мы не можем точно поставить диагноз. Это хорошо, потому что с нас, соответственно, снимается. Можно, в принципе, любому написать железную дефицитномию и кормить железо. И это хорошо. Следующий. Вот мы, наверное, в экспертном совете, устраивая эту проблему, все-таки обозначили, что такое железная дефицитномия все-таки, что это анемия, причем анемия по-разному ставится у мужчин, у женщин, у людей, у женщин, у родинец. У меня уже дети от разного возраста, поэтому, пожалуйста, помните, что критерии анемии разные. Когда взять гипохронии микроцитоз и перейти менее 30-ти. Если такая история есть, мы это называем железной дефицитной анемией. А диагноз от этого дефицитного железа ставится, если нет анемии, а перейти меньше 30-ти. Болезнь, тогда это уже клинические тягности или D50 какой-то, или Е61-1, и мы по МКВ градируем, и, соответственно, назначаем уже лечение. Оба этих состояния подлежат лекарственной терапии. Если первая глухолистка должна получать лекарственную профилактику, то это болезнь, которая должна получать терапию. Следующий. Вот, и мы здесь тоже очень четко показали, что женщина репродуктивного возраста, менструирующая, не должна рутинно подвергаться гаспроеклоноскопии. Это, на самом деле, очень большая проблема, да, потому что женщину, которая хорошо себя чувствует, ничего ей не волнует, отправить на колоноскопию, она пошлет вас подальше и ничего делать не будет. Поэтому больше к вам не вернется. И так и будет ходить этот железный дефицитный анемии еще 100 лет, вот, и будет отказываться от этого. А каждый терапевт настраивает на то, что обязательно нужно установить причины. Причины непонятные. Вы спросите, сколько у нее прокладывать в день. Если больше 4-х покладов в день, это называется длинная инструация. Если больше 5 дней в день, это называется длительная инструация. Этого достаточно, чтобы поставить диагноз, надо направить в гинекологию. И все. И на этом закончить обследование и начать лечение. Следующее. Ну, вот, можете прочитать эту резолюцию в разных изданиях. Вам предполагают о гриптических, о гастрологических и гастроэнтерологических изданиях. Пожалуйста, если известно, можете ее найти в следующем. Я, когда раньше рассказывал, как себя вести с такими больными, я все разделил на три категории. Первая – это женщины реподуктивного возраста, у которых надо рискать причину гинекологическую и на этом остановиться. Есть молодые мужчины, у которых всегда, кроме донорства и реальства, что редко встречается, это проблема, в общем-то, какой-то скрытой группы, потери желудочно-кишечного знака. И третья группа – это пожилые люди, у которых, в основном, проблема коморбидности, да. То есть любое хроническое заболевание приводит к развитию аномии по огромному количеству механизмов. И здесь не только дефицит-шлезда, но и другая ситуация. Вот, наконец-то, для этого дотомово Фританское общество гастрологов в 21-м году. Они 5, как вот, пациентов, которые с дефицитом и выделили. Молодые женщины, молодые мужчины, я уже объяснил, чем они отличаются. Женщина-гинеколог, мужчина-новалок, гастрок, волоскопит практически всегда. Пожилые пациенты, то есть ищем коморбидность и понимаем здесь, что железо не всегда решит полостью вопросов. Если надо лечить основное заболевание, тогда уйдет и тропчатый железный цит. Специфические коморбидности, то есть это, грубо говоря, есть и молодые пациенты с хроническим ВЗК, например, молодая болезнь, заболевает здоровый, но они молодых, а у железный цит потеряется в 20%. Или какие-то аутоиммуно-регматольные заболевания. Они отдельно, видите, их выделяют, я это вообще логично. Здесь разница в том, что у пожилых все-таки мы больше настроены по всему желудочно-кишечному тракту, входит все-таки за качественных опухолей, а если известная коморбидность, то мы в основном реализуем сегодня коморбидность. Ну и гастротологическая хирургия, уже популярная на западе история, называемая бариатрическая хирургия, когда различного способа операции проводится, достижение веса, и здесь действительно есть целый алгоритм введения этих больных, потому что при многих ситуациях отстраняется геросферстная кишка от пищеварения, и она как раз отличается в соседней желудке. Следующий. Вот такой в 2021 году был, как нужен алгоритм лечения железной децептонемии. Во-первых, это подтвержденный железной децептонемии, еще раз подтвержденный, мы уже знаем, что это железная децептонемия. Если есть выраженные симптомы анемии, то надо переливать кровь. А дальше, когда мы убрали эти симптомы, назначаем ироральные препараты железа в маленьких грузах, в сердце в мире. Если есть умеренные симптомы анемии, то есть симптомы, которые не требуют как бы переливания крови, но требуют госпитализации. То есть тогда удобнее рассчитывать на внутривенную терапию, правильно? Положил больного, прокапывал, не писал. Да, Легонтор, что опять сюда говорится. Вы уже согласились, потому что внутривенный препарат, они очень хорошо работают, прокапывал и любил. Да, только выраженные кровь. Но это когда выраженный симптом экстремальный, ведь симптомы... Эморагическая есть, есть много оторвало и вытекло. Да-да-да, а раньше... Ну вот нет, здесь они не про симптомы интересуются, экстремальный симптом ориентированных. Ну да-да, так и есть. Вот, и смотрите, тогда воспользуем подтвержденную дозу и вводим им внутривенное железо. Во всех других случаях, вообще все в нормальном мире считают, что лучше начинать операральную терапию. Но здесь опять возникают эти сложности и вопросы. Видите, как переносит пациент это лечение? Вот если мы используем переливание внутривенную, такого вопроса не возникает. При операраре возникает вопрос, как переносится лечение. Если вот здесь есть снова, есть снова, это нам уже испортит, мы этого боимся, поэтому не веду операрарную терапию. Если хорошая переносимость, да, то обязательно оценим ответ от лечения. Что бы мы ни делали, мы всегда должны понять, помогает, не помогает. Натачили антибиотики, мы температуру спрашиваем пациента. Натачили железо, мы гемоглобин должны проверить. И через 2-4 недели гемоглобин должен вырастить больше, чем на 10 пианалитов. Тогда мы продолжаем лечение. Если переносимость плохая, то раньше считалось, что мы можем опять выглебную терапию использовать. Нет, все-таки все считается, что давайте попробуем сменить режим приема препарата. Просто не каждый день выдавать, а через день. Не два раза в день, а один раз в день. И это, в принципе, достаточно, бывает, чтобы улучшить переносимость и продолжить лечение, да. Или меняем препарат на другой препарат, опять же оральный препарат, да, в лечении. Следующий, пожалуйста. Ну и вот здесь тоже пишут, что ферлетин – это основной маркетинжелезодициплина. Другие нам нужны для того, чтобы оценить у конкретно индивидуального больного, кто-то ему потребует в железе. И первой линией является пероральный препарат. Ну, следующий, пожалуйста. Вот, и если опять возвращаться к нам в наши последние 22 года клинические рекомендации, давайте, вот, рекомендуется всем пациентам железной цитонии назначение препаратов железа в лекарственной форме для перорального применения, да. То есть это стандартная терапия наших клинических рекомендаций. Здесь очень хорошее слово сказывают. Следующая фраза – тоже препарат, но гибельность лечения рассчитывает индивидуально с учетом возраста, массы тела пациента, перипетического плана лечения. Раньше у нас было как? Строго 200-300 мг в диетическом. И не меньше, не больше. 2х и 3х и 7х и 7х, и красавицы, как у нас сейчас, мутное слово, да, конечно, будет. Здесь он должен уже индивидуально выбирать, и это хорошо. Да, следующее. Вот, и комментарий. Применение препаратов железа короткими курсами или альтернирующими лекарственными через день и видеть более высокую эффективность и нечистоты побольше активных, чем в виде повторных 2-3 раза в день приемов. То есть все, мы перестали с вами залечивать пациента, чтобы он больше там никогда не пришел. Мы перешли на другое качество жизни. Мы сейчас воспринимаем чей-то железный цитон, а на них как обязательные порядки с хорошим качеством жизни. Следующее. Ну и какое железо используется? Значит, я уже устал, много раз говорил, подписал, пока запомните. Двух-вариантное железо используется, да? Чтобы, если мы его хотим, чтобы оно попало в кровь, мы должны добавлять аскорбиновую кислоту тоже времени и минуту рассказывать. Значит, 100 мг железа, это считается максимально эффективной разовой дозой. То есть сасывается железо в полную детку концентрации, поэтому мы должны создать концентрацию в кишечнике определенной формы. Ну и обязательно должна быть такая форма, которая не позволяет этому железу начать сасывание в желудке, где оно не предназначено. В желудке сразу у нас, как и наш любимый турбинезолон, вызовет какой-то эрозивный грызг, язвенная болезнь и так далее. Поэтому должно быть, обязательно, замедленное в освобождении формы. Следующее. Ну и вот наши физические рекомендации говорят, что вот из своих сновосов, что оптимальное дозо лечения железа в сумке составляет 120 мг, да? А для профилактики 60 мг, а разовость 100. Ну и это вот как раз и получается, что мы назначаем большую разовую дозу, но один раз в день. И это немножко меняет концепцию по переносимости такого лечения, чем раньше 2-3 раза в день на лесной зачеркте следующего. Вот. Ну и сегодняшняя компания, которая нам помогает, мы с ним обе работали, 20 лет теряли ее любую, знаю еще 5-10, сколько это писало, они нам помогали. Саблифердес, компания Эйдис, это единственный препарат на руки, который будет тратить всем вот этим требованиям, которые мы с вами сегодня обсудили. Это генеральная форма, 2-3, содержащая 100 мг лекарного железа, аскорбиновой кислотой, аглазаричный, замедленный в освобождении. Следующее. Вот есть такая статейка, которую наши друзья опубликовали. Это называется «Количественные и качественные изменения продуктов по действительной модификации белков на входе ферротерапии и жда у детей». Они хотели объяснить нам, что педиатры любят трехвалетную железо, потому что оно лучше переносится, а при нем стало лучше, потому что окислительной модификации белков меньше происходит используя трехвалетную железо. То есть это более физиологичная форма железа. Но на самом деле вывод такой, что одинаковая, как оказывается индификация, а оказывается, совершенно не лучше трехвалетной, чем двухвалетной, даже на детях они это доказали. А вот что касается приростки гемоглодина, то сульфан железный плюс двухвалетный железо оказалось гораздо лучше. Следующее. А что касается приростки ферритина, так вообще ферритин поднять невозможно, ведь он остановился в росте после двух месяцев, дожди, на трехвалетном железо. То есть трехвалетное железо должно уйти без практики, потому что это не физиологичный метод лечения. А никаким образом не улучшающий переносимость. Ну и вот такая еще есть парадигма, что если к нам приходит больной вследным воспалительным заболеванием, например, ОРЗ, насморкашивая температура, и вы видите в анализе железо-дисципаномии. Не лечите, пожалуйста, железо-дисципаномию сразу. Вначале избавьте его от ВРВИ, пусть он потом приходит к вам выписываться, отмечет его из болезнячных листа и назначает препараты. Потому что любое воспаление блокирует железо, вы получаете побочные эффекты и не получаете никакого ответа на терапию. Больной говорит, что ему такое речи не нравится, отказывается от него, опять мы возвращаемся в какие-то проблемы. То есть любое воспаление, убираете воспаление, а потом назначаете препараты железо-следующие. Но это касается, конечно, и коморбидных, и пожилых пациентов в обязательном порядке. Вообще, в этой категории больных просто препараты железо-черкоги назначать нельзя. Влечить основное заболевание. Дальше, если это острая какая-то ситуация, то вначале убираем эту ситуацию, а потом назначаем препараты железо. Если это хроническая какая-то воспалительная история, системно воспалительных заболеваний, кишечника, то мы параллельно назначаем и препараты железа, и лечение основного заболевания. Только тогда они у вас будут работать следующие. Что касается перегласимости женщины, перегласив препараты железа отлично. 2-3% всего жалоб. Если есть причина железо-экономии, связанная с нарушением женской продуктивной системы или с обидными ситуациями, практически все они прекрасно переносятся. А вот если есть заболевание с лучшим кишечным трактором, если есть склонность к запорам, сжога, тяжесть в животе, вручание, вручание, все резко усиливается при назначении препаратов железа, и в 10 раз переносимость ухудшается. И поэтому, чтобы этого не было, опять же, вот здесь эта технология перурез используется, то есть это замедленное освобождение, когда железо поступательно начинает освобождаться в кишечнике, и тем самым концентрация не создаётся большая, чтобы улучшить препаративность. Следующее. И вот такую схему мы использовали. Мы назначаем всегда одну таблетку, да, 3-5 дней пациент привыкает, затем переходим на две таблетки, назначаем донормализацию гемоглобина, и затем опять переходим на одну, когда гемоглобин нормализуется, обязательно снижайте дозу, иначе на этом начнутся побочные эффекты. И это увеличение мы проводим еще 2-3 месяца до нормализации переносы. Следующее. А в условиях наших клинических современных рекомендаций мы оказываемся все просто, эту же схему используем теперь в 2 раза уменьшить дозу. То есть мы назначаем через день таблетку, скажем, в 3-5 дней, затем переходим на полную дозу, которая составляет одну таблетку в день, вечем донормализация гемоглобина, а потом опять переходим на ту кратность приема, которую будет повалять пациент. Если она переносит через день, отлично, если бедность раз в неделю, значит раз в неделю даем железо, просто не платный месяц, 4-5-6 месяцев. И цель нормализовать ферритин. Следующее. Да, и вот теперь по нашему количеству рекомендаций нам сказали, в какой степени лечим мы этих больных. То ферритина 40-60 микрограмм на литр. Его можно вначале не проверять, желательно это делать, но в конце обязательно проверить, чтобы он составил 40-60 микрограмм на литр. Тогда мы можем закончить лечение. И у нас есть такой сайт, мы сделали сайт для больных и для врачей, который называется Super Iron Room. Вы можете туда зайти, посмотреть, там есть описание жалоб, описание ситомов, описание, диагностики. В какие разы, когда сдавать, есть лекции, видео, мнение пикеров, больных. Это очень удобно, если вы женщина, то у вас вероятность в 40-40% действия мирно будет в ближайшее время. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь сайтом, потому что он позволяет профилактировать развитие желездицидной анонии. Ну, наверное, все это. Спасибо. Я закончу. Вот это все, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. От умных до таких простых, чередовые их, чтобы никто не заснул, потому что, конечно, если у вас все-таки какие-то выборы, вопросы, то... Да, конечно. Как обследовать стать жизненной 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 Как обследовать статус железа? Статус железа обследуется по ферритину, мы уже говорили. Да, если ферритин меньше 15, без аномии, это называется дефицит железа, или меньше 30, с аномии, это называется дефицит железа. Другие показатели используются, если мы хотим что-то уточнить у конкретного момента. Да? Железа не стоит. Сылышка железа мы смотрим, если... Сылышка железа всегда понижается при всех железодисцептах с видом. При аномии, хроническом заболевании, при железодисцептах аномии, мы его... Желательно его смотреть, потому что если вы его не посмотрите, то есть шанс ошибиться. Например, талансонии. Часто, да, мы особенно женщины протекают с нормальным ферритином или с низким ферритином, но с нормальным сывышным железом. Если вы такую пациентку будете лечить железом, вы не получите ответа. Сывышное железо все-таки, на мой взгляд, это начало терапии, перед началом терапии желание терапии. Сывышное железо, да. Низкое должно быть в ферритином, низкие, это низкие тысячи кипец когда мы заканчиваем благодаря участникам благодаря организаторам благодаря слушающей умерели гонатольевича за любезную возможность участвовать мне было очень интересно привет древну коллеги спасибо большое у вас заканчиваем до свидания, до следующей встречи